Стены в подъезде вымокли из дыр, которые жилищники еще не успели залатать, вода стекает ручьем. Ведра наполняются моментально, жалуются люди. Основной удар на себя приняли жители девятого этажа. Айра отсетует, что каждый год страховал квартиру, но в этот раз не стал. Теперь же последствия коммунальной проблемы станут тяжким грузом для семейного бюджета. С техникой пока, слава богу, ничего не пострадало. Буквально неделю назад была молния. У нас в крыше, оказывается, там еще и молниотвод сняли. То есть оборудование тоже погорело, у меня роутер погорел, у соседей телевизор с посудомойкой, насколько я знаю, погорел. Ремонт крыши в доме, по словам жильцов, коммунальщики затеяли еще в июне. Старый слой кровли сняли, а вот новый положить не успели. Отчего люди оказались в плену дождливой погоды. Где ведется ремонтная работа. То есть сегодня, когда был сильный потоп, они пришли вот этим скотчем, только канцелярским, замотали вот эту трубу. Но это, собственно говоря, не вариант и не результат. Мы поднимали вот эту пленку, поднимали, пытались как бы все это открыть, сами самостоятельно сделать, но тем не менее у нас это не получилось. Сегодня на крыше работала лишь одна бригада. Да и то они занимались уборкой мусора. Жильцы отметили полное незнание техники безопасности рабочих. Бригадира на месте не оказалось. Вы сегодня будете ликвидировать те, которые неисправности существуют на пятом подъезде? Это не наше. То есть мы будем опять тонуть, нас будет опять топить и никто нам ничем не поможет. По словам рабочих, которые сейчас занимаются уборкой мусора, их коллеги, которые должны перестилать кровлю, отсутствуют уже несколько дней. Все это время людей заливает, а стройматериал лежит бесхозно нетронута. Даже краска до сих пор запечатана. Жильцам обещали на днях приехать и зафиксировать ущерб. Однако они никого не дождались. Управляющая компания, по их словам, на заявки не реагирует. Сейчас люди ищут компетентных юристов, чтобы правильно составить коллективные жалобы. При этом понимают, что бессонные ночи у них еще впереди. Александра Волкова, Андрей Гобсадаров, телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.